Всем профита ребята, с вами Крилл Эванс Итак, пока рынок немножко приболел, Эванс тоже немножко приболел Болит голова и живот, не знаю что вообще со мной происходит, но пытаюсь пока вычухаться перед конференцией в Киеве Итак, что у нас сегодня на повестке дня? Биткоин упал, что это было за такое падение сегодня с вами обсудим Куда вообще идем дальше, что вообще по доминации Обсудим с вами некоторые интересные проекты, парочка новостей и будем идти с вами дальше Итак, поехали, наливаем чаек, кофеек и погнали Значит первое, что у нас здесь Отличное техническое падение по биткоину Очень много набрали лонгов, само собой идем брить лонгистов Сбрили, сбрили, ликвидации у нас были примерно на сумму где-то 3-4 миллиарда долларов Как и всегда мы это уже видели на рынке Мы видели с вами ликвидации и в 10 ердов за один день Потому, ребята, в принципе ничего особенного Обычное техническое падение Это, ребята, не продажа китов Это никакие ни дампы, ни пампы Это просто каскад ликвидации Само собой спровоцировал это кто-то один А потом это все полилось То есть у нас очень много людей набирали свои, значит, лонги Само собой на фьючерсах, с кредитным плечом, на марже Все это набиралось Потом все это ставилось вот сюда, стопчик Вот сюда, вот сюда Первая продажа какого-то игрока Потом у нас идет ликвидация первого Первый тянет за собой продажу второго И вот так это все каскадом все льется вниз Мы пролились с вами с 52 тысяч на 42 тысячи долларов 10 тысяч долларов пролета Давайте посмотрим, сколько это примерно в процентах Все это уберем В процентах это, друзья, примерно 18-19 процентов падения Страшно ли это? Нет Я считаю, что нет Давайте посмотрим с вами на, значит, график BLX Это более длительная история биткоина Все это удалим Берем свой месячный график И посмотрим с вами Перед, значит, давайте даже не месячный возьмем недельный Перед завершением цикла у нас всегда получается вот такое падение Значит, что я думаю, что мы где-то с вами вот в этом диапазоне Сейчас находимся и ожидаем вот такого вот роста к концу этого года Времени очень мало, потому в принципе логически, что перед каждым таким финальным ростом Нам нужна коррекция, здоровая коррекция в рамках движения То есть у нас здесь, кто помнит, было Давайте посмотрим, сколько Примерно 40% в том цикле Потом у нас здесь было, давайте посмотрим, сколько еще Было еще перед финальным ростом 37% Также было еще вот поменьше 29-30% И вот разные такие коррекции В принципе, они все довольно внушительные В этом цикле нет смысла смотреть Тут еще больше были коррекции Потому не суть Давайте посмотрим перед началом этого роста Сколько здесь были коррекции Давайте глянем Если кого-то пугает, 15-20% падения Мы все говорили о том, что рано или поздно эта коррекция произойдет И она здоровая Потому что меня пугают вот такие графики Лучше пусть будет коррекция Давайте посмотрим Данная коррекция у нас была на 18% Перед вот таким вот огромным ростом В 4 недели Это месяц мы росли без просадок Дальше, давайте посмотрим еще Это была коррекция в 20% Тоже вот здесь перед началом роста Потому отличная коррекция Ничего в принципе страшного не произошло Так, возвращаемся с вами на график биткоина К Тезеру Нашему любимому Который печатается сумасшедшими темпами Первая свеча такая коррекционная Вроде бы даже никакого давления нету Потому давайте с вами дальше ожидать, что у нас будет Я жду, что мы все-таки где-то в этой зоне развернемся и пойдем с вами дальше Плюс-минус диапазон угадать не получится Потому что мы с вами не ванги Поэтому давайте просто с вами наблюдать Итак, что я вообще думаю по биткоину сейчас? У нас моя любимая 60-я скользящая Отрабатывает просто на ура Сейчас выступает поддержкой После у нас вот такого импульса наверх Сейчас вот очень круто держится Потому ждем с вами, что у нас будет дальше На недельке у нас Значит, 21-я скользящая Тоже очень круто отрабатывает Вот гляньте, пожалуйста После пробоя вниз мы Реджекнули вниз После пробоя наверх Мы пошли оттестить данную Значит, скользящую Очень круто все сейчас отрабатывает Они вот суживаются Это очень хороший знак На продолжение, ребята, роста Мы это видели уже где-то вот здесь Что они все перевернулись И потом это все пошло наверх Также мы это все видели и здесь Поэтому давайте дальше смотреть Что у нас по доминации? Мы с ребятами вчера-позавчера Обсуждали в нашем комьюнити Что вообще думаем по доминации биткоина? Значит, сейчас такая ситуация на рынке Что все люди покупают альткоины Очень много все покупают альткоины Солана Там все вот эти айдио проекты И все спрашивают Почему вообще должен расти биткоин? Сегодня я вам покажу один миф Люди очень сильно верят, что Чтобы биткоин пошел на 100 тысяч баксов Нужно примерно влить еще 1 триллион денег Ребята, капитализация не является правильной цифрой Для оценивания денег в индустрии Я вам сегодня это все объясню И покажу даже ролик, который мы сняли для вас Чтобы вы глянули, что вообще такое капитализация Это надувательство, это раздувательство цены В этой индустрии таких денег пока нет Я вам это все объясню Потому поехали по доминации Значит, в прошлых циклах мы, само собой, имели только один биткоин Парочку альткоинов, потому доминация биткоина была 96% И очень быстро восстанавливалась Потому мы упали за весь цикл с 96% до 63% Значит, давайте посмотрим с вами на логарифмической шкале Насколько мы можем упасть сейчас Лично мои прогнозы и нашего комьюнити в том числе Очень опытные ребята у нас есть Потому если есть интерес с нами пообщаться, пообучаться По ссылкам в описании крипто комьюнити Вступайте к нам в нашу такую крипто семью Итак, смотрите Мы с вами с пиковых значений в 74-75% Можем уйти в диапазон от 35% до 26% Это наш средневзвешенный рыночный прогноз По доминации биткоина Я считаю, что все больше и больше будут вливать именно в альткоины Биткоин само собой будет расти Потому что он все держит И в него все равно переливают все эти деньги Когда у нас отстреляет какая-то монета Люди фиксируются и переливаются в биткоин Это так было всегда и так всегда и будет А потом уже с биткоина Кто-то фиксируется в фиат А кто-то в биткоине остается В основном у нас происходит старение Даже новых монет И все больше и больше на рынке ходла То есть все люди пытаются холдить биткоин Это ребята очень хорошо У нас на биржах осталось примерно в обороте 2 миллиона монет Я сегодня вам объясню, почему эта цифра очень важна Потому вот наш прогноз по доминации биткоина В том числе альткоины будут очень сильно стрелять Потому задумайтесь, куда вам нужно сейчас девать свои деньги Само собой, мы уже видели, когда у нас биткоин валился Вот такой вот импульс по доминации Да, очень сильно его выкупали Потому это все в принципе есть на графике Поехали дальше Наша конференция в Киеве Значит крипт комьюнити Мы позакрывали некоторые места Оставили для вас 36 мест Мы очень много уже мест продали Потому все, кто хотят купить У нас сегодня последний день 12 число в 00 по Киеву Мы сегодня закрываем продажу билетов У вас сегодня последняя возможность купить билеты Осталось их 36 штук Поэтому, пожалуйста, мы вас ждем Это наша криптоконференция в Киеве Здесь все очень легко купить Все очень легко узнать 25 сентября мы вас ждем в вашей сихоле 12.00 Поэтому, пожалуйста, кому интересно, приобретайте Если есть вопросы, спрашивайте в техподдержке вот здесь Поехали дальше Что у нас еще? Я больше склоняюсь к такому вот рыночному прогнозу Его нашел на просторах интернета И довольно интересная модель Вот и крайне-крайне технически она правильная Я считаю, что примерно вот так мы будем уходить с вами наверх Через вот такое вот мини-такое дно Мы не будем с вами идти ниже там 30 тысяч Никто об этом не говорит Это полнейшая бредота Но как-то вот так мы сможем с вами прийти Поэтому учитывайте данную модель Теперь давайте посмотрим самое важное, что я вам хотел объяснить По поводу доминации Некоторые люди считают, что Если у нас при текущей цене 45 тысяч долларов Доминация биткоина составляет 850 миллиардов долларов То, чтобы биткоин стоил 100 тысяч Нам примерно нужно столько же капитализации Это в принципе правильно Но вопрос, сколько нужно денег реальных, чтобы это все произошло Вот это вот интересный вопрос Что же такое капитализация? Очень все легко можно понять Если просто вот зайти в перевод страницы Взять перевести И зайти в обозначение, что же такое капитализация Рыночная капитализация Это текущая цена, умноженная на оборотное предложение То есть, если у нас цена за один биткоин Сейчас она актуальная 45 тысяч долларов То если мы умножим на циркуляцию Вот 18 миллионов 813 тысяч монет Мы получим вот такую капитализацию Это не значит, что все эти биткоины Были куплены по этой цене Это просто актуальная цена Потому что если вы задумаетесь Сколько из этих всех биткоинов Были куплены по данной цене Если бы все эти биткоины были куплены по этой цене Тогда бы вот столько было денег реальных В биткоине А теперь подумайте Сколько примерно реальных денег в биткоине Я считаю где-то Ердов может быть 200 Может быть 300 И я считаю, чтобы биткоин вырос до 100 тысяч Не нужно никаких 800-900 ердов И триллиона тоже Капитализация показывает конкретные цифры Это что? Это текущая цена Умноженная на предложение Сейчас предложение 2 миллиона монет На рынке То есть общие В принципе все остальные халдятся То есть они не ликвидны Эти биткоины не ликвидны Представьте Если у нас в рынок сейчас Вливается 200 ердов 2 миллиона монет Цена будет выше 100 тысяч долларов 100% Вот такие дела Реальных денег 200 миллиардов монет Это при условии покупки Если никто не успеет продать Вот и все Но на рынке есть также продавцы Потому цена будет плюс-минус колебаться Вот и все То, что я вам хотел объяснить На конференции еще в Киеве Все это объясню более детально Потому что некоторые люди думают Что если рыночная капитализация 2 триллиона То это в индустрию Занесли 2 триллиона денег Это не так Ребята Это просто цифра Которая То есть это конкретная цифра Которая показывает Конкретное значение Почитайте пожалуйста Что же такое Рыночная капитализация И узнайте для себя Само собой Представьте Некоторые биткоины Покупали и по доллару И по 100 долларов И по 1000 И по 3 Потому если взять Среднюю цену То я считаю Что в индустрии Примерно Если половина есть От того что мы видим сейчас Реальных денег То это очень хорошо Поэтому пожалуйста Не заблуждайтесь Не слухайте блогеров Которые вам говорят Что Прикиньте Это сколько нужно Капитализации Допустим Чтобы какая-то монетка Полетела наверх Допустим Вот Солана 52 ерда Типа в ней Денег Люди считают На самом деле Чтобы она стоила 300-400 долларов Капитализация Здесь будет так Отображаться Потому что Когда будет цена 300 баксов То это все будет Умножено На предложение На то Сколько монет Но реальных денег Здесь очень мало Ребята Очень мало Примерно Я думаю Треть тоже Примерно Может 15 ердов Может быть 20 И это В лучшем Ребята Случаи Кто считает Что это не так Пишите пожалуйста В комментариях Своё мнение Что же такое Рыночная капитализация Очень интересно Вас послушать Потому поехали дальше Прошёл Хакатон Вроде бы На Солане Много проектов Сделали Давайте посмотрим Что вообще происходит Итак На Солане У нас ещё Три проекта Залистили Вроде бы Они скоро Уже будут В прицеле NFT Разные пингвинды Довольно Интересный проект Очень много людей Думаю Будет огромный Хайп Значит Матрикс ETF И Фантазия Тоже здесь есть Также Project Seed На который Я очень думаю Крутой будет Спрос Diablo Apricot Finance Вагл Вагл Заработать Итак Давайте Посчитаем Значит Я купил Значит Крупер Finance 12000 монет Вот Давайте Посмотрим Сколько они Сейчас стоят В Значит Долларах 12000 долларов Раз Дальше Значит Циклос 1300 монет Смотрим 7-8 тысяч Долларов Это уже 20к И теперь Давайте Последний Проект Это Port Finance Это у нас 45000 долларов 25000 долларов При вложениях Внимание В 1000 Долларов За месяц А кто-то Говорит Что деньги Зарабатывать В этой Индустрии Сложно Ребята Самое главное Верить в проекты Изучать их Фундаментал Само собой Это риски В любом случае Потому что Все это Венчур По сути Все это Венчурная Индустрия Это риск Кто не готов К риску Не сможет Положить в проект Соланиум Допустим В начале Чтобы зарядить Его На 50000 токенов Чтобы иметь Максимальную Аллокацию Сейчас Чтобы вы Участвовали На фулах Чтобы полностью Закупать Все эти проекты Вам нужно Вот столько Вложить В этот проект Само собой Кто может Тот вложит Кто не может Тот не вложит Дальше Как зависит Цена От Самих монет Вот некоторые Меня спрашивают Кирилл Это ж с Габел А сколько здесь денег Сколько здесь денег Я вообще не понимаю Связи людей Вот люди Почему-то думают Что Если Если Солана Имеет капитализацию 52 ерда И имеет цену 200 баксов То это пик Это пик рынка Больше не будет И что если У нас цена Пресейла На коин листе Соланы была 20 центов То все Инвесторы Будут ее продавать Ребята Кто вам Это сказал Кто Вам Это сказал Кто Вообще Знает Где Этот Пик Можно Поставить Цели Как делают Инвесторы Я вот Поставил Цели И иду К ним А можно Их не ставить И угадывать Пики Кто-то Хотел Чтобы Солана Было 70 баксов И там Продал А кто-то 100 А кто-то 200 Если Вы не Поставите Цель Вы будете Всегда Испытывать Фома Потому что Вы Продадите На 70 Она Пойдет На 100 Продадите На 100 Она Пойдет На 200 Продадите На 200 Она Пойдет На 300 Тогда Получается Цели Не Было Вам Всегда Мало И Вы Всегда Испытываете Жадность Фома Вот Такие дела Потому Никто Не Знает Сколько Еще Вольют Но Я Считаю Что Проект Перспективный Постоянно Делаются Разные У них Хакатоны И Это Еще Не Конец Это Лично Мое Мнение Кто Не Согласен Пожалуйста Продавайте Фиксируйтесь Прямо Сейчас Я Уже Сказал Кому Страшно Вы Могли Зафиксироваться На 210 Долларах По Солане Ваше Решение Я До Сих Пор Буду Халдить Если Она Упадет Я Уже Сказал Я Буду Халдить Солану Даже Если Она Упадет Мне Абсолютно Без Разницы Поехали Дальше Так Терра Луна Очень Круто Выросла И Это Еще Не Конец Я Считаю Так же Не Конец 40 Баксов Это Еще Пока Не Цена Мы Уже Говорили Про Взвешенный Такой Прогноз Сейчас Вам Покажу Данную Картиночку Некоторые В это Не Верили Говорили Что Пиковая Цена Луны Долларов Может 16 Она Уже Стоит 40 Уже Была 45 Потому В принципе Догоняем Наши Цели По 45 Долларов К Концу Цикла Некоторые Люди Считают Это Прогноз Не Мой Что У нас Луна Может Стоить 166 Долларов А то И Больше Я Конечно В такие Цифры Не Верю Ближе К 100 Буду Фиксироваться А то И Может Быть И Раньше Буду Смотреть По Динамике Роста Цены Поехали Дальше Также Жду Значит Проект SoulStarter Пожалуйста За ним Следите Оставлю Ссылки В описании На два Этих Проекта Участвуйте Следите И Не Бойтесь Нужно Все Делать В Нужное Время Само Собой Через Год Через Два Данные Проекта Могут Стоить Вот Значит Solanium Сейчас Стоит Я вам Сейчас Покажу 3.5 Доллара И Падать Не Хочет Данный Проект Так Сильно Не Упал Держится И Пока Ребята Не Падает А то И Отрастает Значит Куда Он Пойдет Я Не Знаю Само Собой Очень Мало Историй Но Пока Динамика У нас Положительная Очень Круто Вот Давайте Посмотрим Дальше На Другие Проекты И Значит Что У нас Дальше По Новостям Так Я Вам Токенов SOS Это Soul Стартер Токены Значит Их Купить Я Не Знаю Пока Где Они Будут Залечены Скорее Всего 100% Будут Залечены В первую Очередь На Рэйдиум Это У нас Сваполка Тоже Оставлю По ссылкам В описании Потому Следите За Твиттером И За Новостями Данного Проекта Чтобы В нем Поучаствовать Потому Думаю Что Будет Такая Примерная Ситуация Как и По Solanium Примерно Значит Что Будет Будет Вот Такая Же История Думаю Будет Все Кто Купили На Пресейле Данный Токен Будет Вот Такая Примерная История Pump And Dump Потом Еще Больше Сольют И Вы Зная Где У нас Была Цена Пресейла Это Очень Легко Узнать Давайте Зайдем С вами Посмотрим Где Где У нас Была Цена Пресейла Значит Соланиум Заходим На Соланиум Значит Переходим С вами Во вкладку ICO На CoinMarketCap Смотрим С вами Цена Пресейла 20 Ребята Копеек 20 центов Переходим С вами На график Соланиум И Смотрим У нас Был Листинг Запампили До 0.75 Центов И Задампили До 0.15 Я считаю Не купить Проект Перспективный Который Будет Листить У себя ICO Разные Вот эти Пресейлы То есть ICO Это сам Процесс А я говорю О пресейлах Монет За 0.15 Центов Ниже Цены Пресейла Это грех Такое Не купить Я покупал Уже С 0.30 И ниже Вот Потому Не Нойте Не кричите Что вы Не успели Нужно Было Наблюдать То же самое Думаю Будет С С С С Потому Тоже Наблюдайте Кто Не успел Купить На Пресейле Тоже Думаю Что Такая Будет История Если Вы Увидите Цену Близкую Даже Близкую К цене Пресейла Почему Не купить Ребят Не застейкать И потом Покупать Себе ICO Проект Настолько Сколько Вы Это Хотите Потому Это Моя Модель Я Люблю Риск Я Люблю Венчур Я Люблю Диверсифицироваться Люблю Наблюдать И И Исследовать Данную Тематику Потому Такие Дела Моя Модель Мне Подходит Я Очень Рад Что У меня Все Это Получается Может Быть Пока Может Я Додик Никто Не Знает Поехали Дальше Что У нас Еще По Новостям С Твиттера Вилл Клименте Говорит Нам О том Что Каскад Ликвидации Не Отменяет Макроэкономическую Динамику Поставок В Он Чейн Аналитик На Данный Момент Мы Избавились От Обезьян С Использованием Заемных Средств Фундаментальная Активность Инвестора По-прежнему Выглядит Очень Сильной С этим На 100% Согласны Все Кто Хоть Немного Понимает Вончейн Аналитики Я Считаю Что Мы Технически Очень Круто Откорректировались По Биткоину Это Не Было Фундаментальное Это Не Было Фундаментальное Падение Это Просто Выбрели Тех Кто Залетает С Большими Плечами Как Это Было И Всегда Как Только Набирается Огромная Масса Людей С Плечами Что Я Не Рекомендую Новичкам Они Раз Влетают Их Выбривают Они Уходят С этой Тематики Надолго А потом Возвращаются Через Полгодика Все Оббить Тоже С Этими Плечами Вот Такие Дела Значит Что У нас Еще У нас Крутейший Аккаунт Рут В Значит Твиттере Сообщает Нам Что 23 Августа Значит Данный Человек Все Это Просчитал И Предупреждал Что Если История Является Индикатором Медвежий Сценарий Будет Падением На 18 И Установит Биткоина То есть У нас Падение Остановится У Биткоина На Пол Движения От Цены 41 Тысяча Долларов Если мы останемся Оптимистами И пойдем Выше Значит Пол Поднимется Что Это Значит Что У нас Дно Будет Выше Давайте Посмотрим На данное Предположение Оно Почти Было Правдивое Вот У нас Как Мы Рисовали Разворот Рынка И что Мы Ушли На Коррекцию 18 Процентов 42 Тысячам Долларам Примерно 41 42 Очень Круто Все Это Отработало Дальше Плюс Минус Человек Предполагает Что Мы Пойдем С вами В Такую Реаккумуляцию А потом Рост Я думаю Что Примерно То же Самое Пройдет Что Я Показывал Значит На данной Вот Картиночке Вот такая Реаккумуляция А потом Уже Рост Потому Давайте Дальше С вами Наблюдать Пожалуйста Не шугайтесь Таких Коррекций Это Все В рамках Нормальности То есть Это Криптоиндустрия Кто Не готов К таким Волатильностям Вам На валютные Пары Там Волатильность Может быть Процент 2 И то Это Очень Много У нас Рынок Пока Не очень Сильно И ликвидный Вот Кто Думает Что Криптовалютная Индустрия Очень Ликвидная Сравнительно Если Сравнивать Золотом Или С Рынком Акций То Этот Рынок Вообще Не Ликвидный Не Ликвидный Кто Не Помнит Вот Такая У меня Есть Картиночка Сколько Денег В Криптовалюте Если Есть Реальных Денег Триллион Это Ребята Очень Хорошо Если Есть Половина От Того Что Вы Видите В Капитализации Это Очень Хорошо Посмотрите Сколько Еще Есть В Деривативных Рынках Облигаций И Акций По 70 По 130 Триллионов Денег Поэтому Этот Рынок Очень Молодой Очень Новенький Я Вам Еще Сегодня Покажу Свои Предположения Где Я думаю Мы Находимся В рамках Этого Как бы Сказать Таки Вроде Бы Пузыря Вроде Бы Пока И Нет Я Пока Не Чувствую Ни Фома Людей Есть Жадности Но Это Все Жадности Таких Ранних Адоптеров Пока Никто Не Продает Заводы И Не Меня Все Люди Не Спрашивают По Поводу Криптовалют Потому В рамках Индустрии Вы Видите Что Все Люди Шарят Что Биткоин Растет Ребята А в мире Сколько Людей В процентах Шарит Что Есть Биткоин Вообще В мире Вот Такая Штука Лично Я Выхожу На улицу Общаюсь С другими Ребятами Вижу Что Нет Масс Адопшена Пока Фома Такого Масс Адопшена Который Он Может Быть К К Цикла Поэтому Поехали С вами Дальше Так Значит Дальше Еще Один Пост Значит Количество Дней С момента Предыдущего All Time High По сравнению С блоками С момента Предыдущего All Time High Давайте Глянем С вами У нас Более Менее Значит Все циклы Плюс Минус Похожи Мы с вами Сейчас Доходим Значит У нас Этот цикл Более Длинный Если Смотреть Данную Метрику Мы с вами Примерно На последней Фазе Вот этого Роста Мы уже Откорректировались Как вот Это все Более Точно То это Примерно На графике Блx Было Примерно Вот Где Мы Примерно С вами Находимся Сейчас Где-то Вот Или В этой Зоне Или Вот В этой Зоне И у нас Осталась Примерно Предфиналочка Или уже Финалочка Вот Такое Движение Плюс Минус Мы не знаем Куда Оно Нас Занесет Поэтому Не будем С вами Угадывать Так Что у нас Дальше По новостям Минопротокол Создавать Децентрализированное Приложение На полигоне Для повышения Конфиденциальности В рамках И на основе Протокола Значит На основе Снарков Которые Сжимают Все эти Транзакции У них Такая Очень Интересная Система Можете Все это Почитать Довольно Интересно Все это Сделано Вроде Бы Есть Огромный Блокчейн Но Все это В виде Снарков Как это Сказать Такие Зип Архивы В рамках У нас Придет Валидатор Может быть Со своим Другом На конференцию В Киев И попробует Вам все это Объяснить В рамках Мин и протокол Может быть В рамках Соланы Мы еще С вами Все это Обсудим Я думаю Вы тоже Полюбите Солану Так Как я Люблю Ее Я Потому Солана One Love Очень Круто Себя Показала Дала Мне прибыльность Почти 80к Долларов Я очень Доволен Думаю Что Многие Из вас Довольны Пишите Пожалуйста В комментариях Какие Вам Монеты Дали И какие Иксы Тоже Было бы Интересно Почитать Поехали Дальше Количество Стейблкоинов У нас Растет В прогрессе И просто Практически Такая Вертикальная Линия Печатается Сумасшедшими Темпами Зачем Нужны Стейблы Для того Чтобы Покупать Криптовалюту Потому Ребята Как я и Говорил Одна Спичка В том числе И Твиттеры Фейсбуки Все это Пока молчит Кто-то Что-то Набирает Пока Тишина На рынке Все Втихую Что-то делают Ребята Рано или поздно Будет Эта Фома Сделают Такие Новости Что люди Просто Испытают Такое Фома Которого Мы никогда Не видели И падение Будет Такое Феноменальное Как и Рост Я вам Точно Говорю Что в этом Цикле Многие Удивятся Будет Такой Рост И такое Потом Падение Что мало Никому Не покажется Поэтому Пожалуйста С умом Фиксируйте Свои Прибыли Не жадничайте Поехали дальше У нас Балансы На биржах Стремительно Падают Даже на этом Падении То есть Выкупается Очень сильно Биткоин В том числе Значит Мы достигли Месячного Максимума По Значит Объемам Сохраняемым На бирже Именно в плане Биткоин Ребята Мы видим Все по этим Ончейн метрикам Что у нас Все меньше И меньше Остается В циркуляции Биткоина Его просто С бирж Выводят То есть Никто не хочет Его продавать И мы с вами Боремся За хлебные крошки Потому Рано или поздно Цена просто В космос Улетит Это вопрос Времени Сдерживают цену Скорее всего И фундаментально И технически Нету Пока Фома И само собой Люди не покупают Люди думают Что лучше купить Значит Альты Ребята Да Может быть Сейчас лучше Купить альты Потому что Хороший альтсезон Но Вы должны понимать Что Верить На все 100% Если Просто выбрать В крипто тематике Во что верить На 100% То это только Биткоин Он первый И у него Не было прецедентов Нету никаких Поводов Думать Что он Плохой Или это Скам То есть В нише Главный Такой Единорог Это кто Это Биткоин Само собой Альткоины Тоже перспективны Ваша вера Это то Что заставляет Эти альткоины Расти И само собой Если многие люди Просто не понимают Что все в мире Основывается На вере Почему Растет биткоин Потому что Люди в него верят Почему растет Солна Потому что Люди в нее верят Или потому что Она им нужна Само собой Если мы завтра С вами решим Что данный Вот стаканчик Вот Данный стаканчик Это новое Новое средство обмена Он может стоить Миллионы долларов Люди просто не понимают Что это всего лишь Средство обмена Средство коммуникации Деньги Это средство Обмена Информацией Или ценностями Не более того Какая разница Какими они будут Я считаю Что самое важное Сейчас Для всех нас Это Скорость Дешевизна Отсутствие Посредников И безопасность Это вот 3-4 параметра Которые нужны В нашей эре В цифровых деньгах Потому В принципе Криптовалюта Это довольно Хорошее решение Мне очень нравится Отправлять кому-то Крипту Когда ты можешь Любую ценность Отправить за Примерно Фикс прайс Вот За пару секунд Уже Человек может Это все принять И обменять В своем городе На кэш Или что-то За это купить Это очень круто Я считаю Что это решает Решает очень много Проблем В плане Эксплуатирования И Как бы Перемещения Ценности То есть Вы не можете Взять Вот 100 тонн Золота И переместить За одну секунду С помощью биткоина Можно взять Всю эту ценность И перенести За одну секунду Да За там Или в Солане Или там На каком-то другом Блокчейне Ну За полчаса Да Просто Вы не сможете Такую ценность Перенести Больше никак Вот А с помощью Криптовалюты Это возможно Потому Я выбираю Данную технологию Я не говорю Что я криптовалютный эксперт Что я разбираюсь Во всех технологиях Я просто делаю То что умею Пытаюсь копать Разбираться Вам Показывать Все что я делаю И на своем опыте Все это разбирать Посмотрим К чему это приведет Нас дальше Поехали С вами дальше Так Еще Ребята у нас Впервые Продана NFT За 1 миллион Доллар Вот так Она выглядит Вот такая обезьяна Это она сделана На Солане Значит еще Одна NFT Была продана На За 24 Миллиона Долларов Это тоже Вот такая Обезьяна Тоже ребята Сумасшедший Прайс Сейчас Бум NFT Ребята Рано или поздно Рано или поздно NFT Заполонят Все Это вам Не черный квадрат Это вам Не картины Которым сотни Может быть тысячи лет Но ребята Это тоже Станет Майнстримом И мы все Будем этим пользоваться И это намного проще Ну вот суть Картину нужно хранить Нужно ее опекать Нужно ее Ограждать От Каких-то там Может быть Воздействий Физических Воды Может быть Солнца Выгорания То есть нужно Нужно За ним Следить А вот С NFT Все Просто Вы просто Это все Храните Это по сути Цифровая Информация Потому Ребята Все это Просто И очень быстро Транспортируется Я уже говорю Эксплуатируется Боже дурачок Но это все Ребята Моя забитая голова Потому что Болит уже Пару дней Я не знаю Это давление Может быть Это корона И болит живот Мне уже Некоторые Меня пугают Говорят что Корона Может Пройти Через Желудок То есть Именно что Может быть Такая реакция У меня На корону Не знаю Я из дома Почти не выхожу Работаю над проектом И не знаю Поехали дальше Ликвидации Я вам уже показывал Для меня Это в принципе Не новость Само собой Одно и то же Наша комьюнити Уже около 7-8 месяцев На рынке Я ребята Каждый месяц Прихожу Каждый месяц Одна и та же История То выбривают Шартистов То лотгистов Я прихожу Говорю Люди Не лезьте на фьюч Если вы не умеете Люди приходят И лезут на фьючи Я просто не понимаю В чем ваша проблема Если вы не можете Просто прийти Как мы это делаем Да вот Некоторые ребята Уже все поняли Уже столько бабок Заработали Я вот спросил У своих ребят Ребята Сколько Вы люди Заработали На споте За этих 5 месяцев Некоторые писали Что они Заработали 15-20 Иксов На споте Не проще ли Просто купить Вот Если вы не умеете Работать с фьючами Нейр протокол По 2 бакса И получить 10 баксов 5 иксов Зачем вам фьючи? Ну вот зачем 5 иксов Если вы Плюс-минус Хотите заработать И не умеете Это делать Так просто Работаем Соспотом Научитесь сначала Работать соспотом Потом лезьте На высокорисковый Тип работы Фьючи не являются Инструментом Стабильного заработка Это Скам Это люди Там теряют Больше денег Для большинства Это скам Фьючерсы Это инструмент Хеджирования Рисков А не полноценной работы Если вы думаете Что трейдеры Это те Кто работают Полноценно на фьючах Нету Трейдеров Которые Если вы Не верите мне Можете 5 лет Потрейдить на фьючах Вы уйдете С этой тематики Банкротом Есть может быть 0,5-0,2% Людей Которые Смогут Выдержать Морально 5 лет Работы на фьючах Ребята Вы с ума Сойдете Потому что Рынок Жутко Волатильный Биткоин Может упасть На 70% В моменте Или альткоины Или что-то Произойти Какая-то регуляция И все будет В панике Вас не спасет Ничего Ни второе плечо Ни третье Фьючи Это в нужный момент В нужном месте С риском С контролем Своего риска А если вы просто Постоянно будете Работать на фьючах Раз в год И палка стреляет Она выстрелит И вам габелла Вот если вы видели Пролив на 55% Биткоина Можете у себя спросить Сколько людей Выжили И если они Набирали всю позицию Там люди Не выжили Даже те Кто набирал Там с пятым плечом С третьим плечом Да Им уже габелла У них ликвидация Поэтому этот каскад Это вот всех людей Этих выбрали С рынка Плюс-минус Поехали дальше Вот данная картинка Я вам хотел показать Где мы примерно Находимся По моему мнению Значит я думаю Что мы находимся С вами сейчас Мы все-таки Рынок больше Очистился Была такая Мини капитуляция Мы где-то с вами Вот в этом Диапазоне находимся В рамках отрицания Где-то возле надежды Я пока не вижу Ни оптимизма Людей В этой индустрии В общем Ни веры Ни возбуждения И ни эйфории Потому ребята Нам еще предстоит Финальное движение Я в этом уверен Потому до сих пор Не распределяю Свои криптоактивы Само собой У меня есть фиат Я считаю Что нужно балансировать У меня есть Очень много денег И в крипте И в фиате И само собой Фиат постоянно растет Потому что я работаю И ютуб приносит доходы И комьюнити Приносит доходы Очень много Сфер в моей жизни Приносит мне доходы Я пытаюсь Это все балансировать И потихоньку Балансировать Между фиатом И криптой Я никогда не выхожу Полностью в фиат Или полностью в крипту Потому что вы не знаете Нужно просто уметь Держать баланс В нужный момент Выйти в монеты В нужный момент Выйти в фиат Вот и все Это все Что нужно уметь И иметь Для некоторых людей Пиковое значение Это максимальные возможности Уже же у нас цена Показала Что она растет Можно купить Для умных людей Пики рынка И такие почти Параболические движения Это максимальный риск А когда цена падает Это зона максимальных возможностей Потому берите для себя На вооружение Данную картинку Как говорила Наша зарубежка Учитель по зарубежной литературе В нашей школе Отче наш Як отче наш Выучите пожалуйста Данную картинку Используйте ее Как метрику Вот Если вы видите Что все падает На рынке паника Вам нужно накапливать Если вы видите Пиковое значение И заворачивание Почти в параболу актива Вам нужно Потихоньку С него выходить Вот такие дела Так давайте теперь посмотрим Некоторые активы Что они вообще сделали Так Нейр протокол Мы ждем с вами Ближе к 17 К 20 Долларам Это мои цели Я думаю что мы вот так Как-то пройдемся здесь Его немножко продадут Ретестнут Зону 7-8 долларов И мы с вами Улетим дальше Очень крутой проект Перспективный Он во многих Используется Там есть Мост Довольно интересный С другими блокчейнами Потому Ребята Проект Нужный И важный И фундаментальный И спекулятивный И технический Так Давайте поехали дальше Что у нас еще Луна Наша любимая с вами Луна Что же она сейчас делает Давайте посмотрим Очень круто Смотрите Мы пришли В блок Сопротивления В 43 доллара Я говорил Что мы первую Коррекцию Получим отсюда Пожалуйста Реакция продавца Уже есть Посмотрим Насколько долго Если же Спрос будет выше Чем предложение Мы с вами очень быстро Этот блок покинем Пойдем с вами дальше Куда я жду В принципе Теру Луну Первая цель Примерно 67-70 долларов Это вот здесь И дальше Более обычные цели Не знаю Получится ли Я уже показывал вам Картиночку Это вот этот блок Это от 120 До 200 долларов По Тере Луне Не знаю Сможет ли Фома Туда ее завести Но было бы неплохо Думаю Что вы согласитесь Что было бы неплохо Туда прийти Так Поехали дальше Что у нас еще Быстренько пройдемся И будем уже заканчивать Я уже с вами 40 минут Жесть полнейшая Скажут куча воды Эванс нам рассказал Я считаю Что очень много Полезной информации Даю людям Просто так Вот Даже в таком состоянии В котором я сейчас пребываю Потому поехали дальше Потому оцениваем И лайком И дизлайком И хейтом В комментариях Больше ребята Хейта Мне нужна мотивация Чтобы работать дальше Поэтому поехали дальше Полкодот Давайте посмотрим Очень круто вырос Полкодот Да очень круто держится Дал конечно же Коррекцию вместе с биткоином 28% Больше чем биткоин Но это сильно Потому что удержался Не упал Ретестнули с вами Данную зону сопротивления Которая стала поддержкой Мы то есть Раньше тестировали ее Снизу вверх Сейчас сверху вниз И пока это и есть Ребята Закрепление Довольно Обычья история По полкодоту Потому что ждем с вами дальше АВАКС Кстати АВАКС Очень круто Очень круто пошел Давайте посмотрим С данным проектом Мы хотели Пообщаться с их разработчиками Посмотреть Что они вообще могут И хотят Пока отложили Потому что конференция Впереди Очень сильно Извиняюсь Перед АВАЛЕНЧ Фаундейшн Да Мы с вами все это сделаем Я вам этот ролик Скину Чтобы вы его посмотрели Крутейший проект Вот Огромный блокчейн Очень много проектов Уже сделаны На АВАЛЕНЧ Потому ребята Крутейший проект Мы его покупали Покупали его и здесь Покупали и здесь И здесь И сейчас вот такая вот история Все кто покупал АВАЛЕНЧ Ребята пожалуйста Теперь мы просто сидим И кайфуем От того что мы делали С вами вот здесь Потому победители Считают по медвежке А не по бычьему рынку Кто успел накопиться На падении Тот и сможет Заработать на росте Кто смог купить страх Тот и будет продавать Жадность Вот такие простые правила Поехали дальше Так Лайткоин Посмотрим Сейчас Полигон Матик Я прикупил Кстати его Прикупил На бирже Оки Сейчас вам Быстренько покажу Прикупил За стейкл Довольно неплохие Проценты дают Ребятки Я за стейкл Получаю дальше Прибыля Давайте посмотрим Быстренько Значит заходим С вами в Финансы Пассивный доход Значит и моя Прибыль За стейкл Значит Матика 2000 штутик Еще буду докидывать Дальше У меня еще очень много Матика лежит На метамаске Пока вывожу с Ади С проекта Который был связан С Титаном Очень много Вывожу оттуда Матиков Очень много дают Потому не переживаю Пока Суши Свап немножко просел Это пока все нормально Три сушинки Уже получил В стейкинге Вот такие доходы Получаю сейчас Примерно 700 баксов В месяц Пассивный доход Для меня Красота Я кайфую Дальше Так Что у нас еще Быстренько глянем Давайте Эфириум классик Я пока Остановлюсь на фундаментальных Монетах Которые мы с вами Покупали И ждем дальше Не пришел У нас Эфириум классик К нашей зоне Где мы Где многие из вас Может быть Покупали Его С точки зрения Ланга Потому пока Все ребята Отлично Ждем дальше Криптоком Серо Восстанавливается Мой любимейший проект Очень много Там у меня монет Окола Больше полумиллиона Монет я уже купил И пока У нас ребята С вами В блоке продавца Происходит вот такая Расторговка Довольно Крутая техническая модель Было бы круто Вот увидеть Вот такое Накопление Более длительное И потом уже Рост Само собой Не такое длительное Может быть Пару недель Может быть Недельку-две Вот такую модель И потом уже Рост Данный токен Очень часто Делает такую модель Вот здесь Такая была Модель перед пробоем Вниз Здесь была Вот такая Более короткая Модель Перед пробоем Вверх Это довольно Нормальная История Так Потому ребята По ссылкам В описании Кому нужны Бонусы На бирже Криптоком Забираем Там у нас есть 25 долларов За стейкинг Серу Вот Будете получать Пассивный доход И есть еще Бонусы За комиссии В общем Все ссылки Как всегда В описании Забирайте Если вам не жалко Отдавать И делиться комиссиями Нам не жалко Вам отдавать Такие вот Бонусы Там 25 или 50 долларов Я уже точно не помню Поехали дальше Не забываем подписываться На наш Телеграм канал Где мы вам делаем Вот такие Интересные новости Это Эванскрипта По ссылкам В описании Допустим Вот такая Интересная новость В конце дня Значит Давайте посмотрим Мы делаем Все в такой Короткой Новостной Сводке У нас Вот такие По одному Предложению Вы просто пришли Вы потратили Там Минуту Чтобы все это Прочесть Это вся Короткая Новостная Сводка Если какая-то Новость Вас зацепила Допустим Меня зацепила Новость Вот что Пенсионные Фонды США Начали инвестировать В криптовалюту Я беру Прочитать полностью Меня перекидывает Уже на Саму Новость Более Длинную Очень все Просто Легко Без воды Мы делаем Такую Как бы Укороченную Версию Новостной Сводки Выбираем Для вас И фильтруем Информацию Потому Я свой день Начинаю С данного Канала Мне все Нравится Наши ребята Работают Для вас Чтобы делать Вот такой Контент Потому Подписываемся И не жалеем Ваших пальцев Вверх Или Ваших подписок Думаю Что никому От этого Хуже Не будет Также В Киеве На криптоконференции Нашей На вот этой Я разыграю 10 трезеров Как и обещал Они у меня Уже в коробках Давно лежат Я просто У меня нету Времени Делать Еще один Стрим Значит 10 кошельков Я разыграю На конференции 10 разыграю В комьюнити И 10 разыграю На ютубе Плюс Может быть Некоторые кошельки Подарю Своей команде Вот Некоторым людям На конференции Вот такие дела Ролик будет С конференции В виде Такого минифильма Те кто хотят Именно поучаствовать В этой всей движухе Будет Ребята Очень круто Потому Пожалуйста У нас осталось Примерно 36 билетов Вот Очень мало билетов Осталось 13 часов После выхода ролика Будет Наверное Часов останется 10 До окончания Продажи Билетов Поэтому Пожалуйста Кто хочет Приобретайте Мы вас ждем Всем огромное спасибо За доверие И за то Что вы Как бы Помогаете нам На опыте Строить такие проекты Мы замахнулись На сумасшедшую конференцию Всего лишь за месяц Мы уже почти все доделали Все уже готово К старту Потому Ждем вас в Киеве Вот такие дела Также ребята Подписываемся на наш Твиттер аккаунт Я там иногда делаю посты Сейчас меньше делаю постов Потому что Очень много забот Я и немного приболел Поэтому давайте Будем потихоньку Прощаться Всем спасибо За поддержку Всем спасибо За то что вы подписываетесь Проводите свои регистрации Делимся с вами Всем в рамках Винвин Вы делаете регистрацию Мы получаем проценты Вы получаете бонусы Все это всегда было На основе Винвин Если вам это все не нужно Просто не регайтесь Вот Остальное Все у нас в крипто комьюнити Только через официальный сайт У меня нету Больше никаких реквизитов Значит Все что у нас есть Есть только в рамках этого сайта Скоро будем менять данную платформу И только Как это объяснить вам Очень много мошенников Значит у нас сейчас есть Вот Пытаются переделывать сайты Только ссылка в описании под роликом Является официальным источником CryptoCommunity.ai И пожалуйста Проверяйте все реквизиты Если вам нужна информация Пишите пожалуйста Вот в этот чат Здесь вам наши менеджеры будут отвечать Значит Получить доступ Все что вы получаете Можно оплатить Только С данных реквизитов Больше никаких реквизитов Ребята нету Нету абсолютно Проверяйте пожалуйста Кошельки Данному кошельку Уже около года Все транзакции Можно проверить Потому пожалуйста Если вы Хотите Наш платный продукт Это 3 месяца Почти 100 дней Подписки В нашей крипто комьюнити Там у нас и информация Я там провожу лекции Мы вас там обучаем Все это показываем Все кто знают Первые новости Во всем В чем мы участвуем Пресейлы На Соланиуме На Койнлисте Все куда мы заходим С комьюнити Все это в рамках Этого комьюнити Потому В скором времени Еще мы будем Это все дополнять Будет чат Крипто-кочегарка Для уже инвесторов Потому Ребята Пока растет Пока нужно все Поэтапно сформировать Времени и рук Не хватает Все кто хотят быть В этом комьюнити Или помогать Своими Какими-то Может быть ресурсами Может быть вы хотите Помочь навыками Может вы программист Может быть вы маркетолог Может быть вы хотите С нами поработать Чтобы сделать нас Еще крупнее И чтобы вам Это тоже помогло В вашем движении Пожалуйста Пишите мне на почту Мои все данные Для сотрудничества Вместе с вами Они все На YouTube Канале Моем Вы можете вот так Перейти на мой YouTube Перейти о канале И нажать Показать адрес Электронной почты Здесь будет мой адрес Пишите пожалуйста Свои коммерческие предложения Я не беру Никакой тип рекламы Можете даже не предлагать Мне уже там И Raid Shadow Legends Пишут Сделайте рекламу Я не работаю В рамках Предложения Рекламы Я работаю Только в рамках Если нам это выгодно И вам это выгодно Мы можем посотрудничать Сделать Какие-то интеграции Какие-то аппи Какие-то финансовые продукты Не более того Потому если есть интерес Пишите пожалуйста Ваши финансовые предложения Или коммерческие На эту почту Только в рамках Сотрудничества А не в рамках рекламы Я не принимаю Коммерческие предложения В рамках рекламы Вот такие дела Потому если вы хотите Быть инвестором В Сидраунде Потому что мы скоро Уже будем делать Свой продукт И он уже почти готов Потому пока ждем Итак ребята Подходим ближе к концу Многие ребята Меня спрашивают Конец ли это И превьюха Именно об этом Ребята это не конец Только начало Этой индустрии Мы с вами Вот такие еще маленькие Потому нам еще Расти Расти и расти Через сколько Это все будет Это не важно Важно понимать Что вообще Сейчас происходит Фиксируйте свои прибыли Делайте правильные решения Слушайте Развивайтесь вместе с нами В рамках нашего Криптоколлектива Или нашего Ютуб канала Растем с вами дальше Нас уже очень много 280 тысяч людей Идем к 300 тысячам Потому прожимаем подписку Чтобы она стала Еще больше Всем вам спасибо За поддержку За ваш фидбэк За ваши пожелания За ваши комментарии За все что вы делаете Для нас Мы тоже это все делаем Для вас В рамках всех этих концепций Потому ребята Всем профита Всем удачи И всем пока